Доброе утро, дорогая Церковь! Хотел бы начать с одного утверждения, прежде чем мы обратимся к самому отрывку Священного Писания. Думая о Боге, каждый из нас, друзья, сталкивается или столкнется с различными ожиданиями. Вы могли уже, наверное, на протяжении жизни заметить, что люди много чего ожидают или представляют. И очень часто эти ожидания никак не связаны с реальностью. Мы все понимаем, что можно много чего ожидать, и от этого не будет вообще никакого толку. Вникая в земное служение нашего Спасителя Иисуса Христа, нам открыто, что Он совершенно знал, ожидания и представления окружающих Его людей. В Библии нам открыто, что Его знания и предведения были совершенными. Нам также открыто, что Господь спешил в Своем служении разъяснить ожидания и представления людей. Господь не хочет, чтобы люди жили с ложными ожиданиями, потому что ложная фантазия приносит только вред и не могут помочь душе человека и практической жизни никому из нас. Господь спешит дать откровения о будущих событиях, чтобы те, кто следует за Ним, жили в настоящей, а не выдуманной реальности. Сегодня мы обратим наше внимание на отрывок Священного Писания. Это Евангелие от Луки, 19 глава, с 11 по 27 стихи. Это большой отрывок, но давайте приготовимся и внимательно выслушаем слова нашего Господа и Спасителя. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла десять мин. Сказал ему, хорошо, добрый верный раб, за то, что ты был в малом верен, возьми в управление десять городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла пять мин. И сказал и этому, и ты будь на пятью городами. Пришел и третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сел. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящему, возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин. И сказали ему, господин, у него же есть десять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. В прошлое воскресенье мы обратили наше внимание на реальное отношение общества, людей к Небесному Царству. А сегодня, друзья, мы обратим наше внимание на ответственность перед вхождением в Небесное Царство. Прежде всего, нужно заметить, прочитав этот отрывок Священного Писания, где и когда происходят эти события. В этот момент, когда Иисус говорит, он проходит через Иерихон, и находится на пути в Иерусалим. Напомню, друзья, что Иерихон времен Нового Завета находился примерно в 17 милях от Иерусалима. Это не близкий путь, в общем. Время, когда это происходит, это время последних дней земной жизни Иисуса Христа. Следующим событием, которое пишет евангелист Лука, будет торжественный вход Иисуса в Иерусалим. Это очень рядом. Буквально последние дни до распятия. В стихе 11, который мы прочитали, друзья, нам открыты, Божьим Словом, открыты мысли, надежды окружающих людей. Посмотрите, друзья, давайте посмотрим. Они думали, заметьте, вторая часть этого стиха, что скоро должно открыться Царствие Божие. То есть Бог нам открывает, чего ждали люди. Из этих слов мы видим, чего ожидали окружающее общество. И через повествование мы узнаем, какого Царства они ожидали. То есть все Евангелие описывает, чего люди ждут, какого Царства от Христа ждут. Это освобождение из-под римской оккупации и возвеличивание Израиля другими народами. То есть это политическое Царство, великое Царство, которого люди ждут. Но этой притчей, друзья, посмотрите, этой притчей Иисус разрушает ожидания и мысли людей. Их ожидания были неверными, их представления о будущем Царстве были ложными. И Иисус своей притчей разрушает их ожидания. Господь хочет показать всем окружающим, что Его Царство будет не таким, как большинство людей Его представляет. Хочется задать, друзья, вопрос каждому из нас. Проверьте себя верно, друзья. Верно ли вы представляете приход Небесного Царства? Господь спешит объяснить будущее. И это будущее, друзья, связано с отложенным временем установления Небесного Царства и ответственностью тех, кто Его ожидает. Отложенное время и ответственность. Читая эту притчу, нам должно стать понятно, друзья, когда мы обращаемся к этим словам, что кто этот наследник, друзья, кто этот наследник в этой притче, который ожидает воцарения. Это, безусловно, Господь Иисус Христос. И это становится всем понятно. Эта притча открывает для нас промежуток времени между первым пришествием Иисуса и вторым, когда Иисус установит на земле свое царство. И в продолжении этого периода, промежутка времени, ученики должны будут потрудиться для него. Чего не ожидали большинство людей. Всем верующим нужно ясно понимать, в какое время мы живем, друзья. У нас должно быть верное ожидание или верное представление о том, как придет Небесное Царство и в какое время мы живем. По этому поводу можно обратиться к словам Екклесиаста. Екклесиаст очень правильно сказал 8 глава 5 стих. Давайте посмотрим, друзья. Сердце мудрого вторая часть знает и время и устав. Наши сердца, друзья, должны быть мудрыми, чтобы знать время и повеление нашего Господа, друзья. Нужно знать время, в котором мы живем. И это промежуток между первым и вторым приходом из нашего Спасителя. В начале этой притчи, друзья, Господь открывает награждение и поручение наследника своим рабам, друзья. Мы внимательно посмотрим, друзья. призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Рабы, о которых здесь сказано, представляют тех, кто принадлежит наследнику. Те, кто принадлежит Христу, это рабы, это все верующие в Иисуса Христа, это призванные в Божье присутствие для близких отношений с Господом. Это не чужие люди, друзья, это те, кто находятся близким к Христу и те, кто являются в зависимости от Него, это Его рабы. В этой притче нам открыт особый, посмотрите, особый статус, особое награждение и особое призвание для тех, кто принадлежит наследнику. В этом мире существует, мы знаете, друзья, проявление общей благодействии, доброты Бога, общей благодать, такое выражение есть, общая благодать для всех людей, как верующих, так и неверующих, как спасенных, так и погибающих. И это проявляется в том, что все люди в жизни пользуются радостями жизни. Солнце светит на добрых и злых, урожай собирают и праведники, и безбожники, удовлетворение испытывают в жизни как честные, так и бесчестные люди. Это общая благодать в этом мире. Но Господь, друзья, наглядно показывает нам, что у Него есть особые отношения с теми, кто принадлежит Ему. Есть что-то особенное для определенной категории людей. Это не касается общей благодати, общей доброты Бога к людям. Господь говорит, призвав. У верующих, друзья, есть особое призвание. Господь говорит, рабов своих, там сказано. Это говорит об уникальных отношениях с наследником. Есть уникальные отношения. И Господь особо наделяет своих. Там сказано так. Дал им десять мин. Каждому каждому своему рабу Бог дает свою часть. Мина, друзья, ну, давайте разберемся в понятиях немножко. Мина, это не военная мина, вы понимаете. Мина, это денежная единица, которая примерно была равна заработной плате простого работника за три месяца. То есть, если мы говорим, что в Беларуси кто-то мечтает по пятьсот всем, то это равняется полторы тысячи долларам. это небольшая сумма денег, которой может распорядиться даже простой человек. Вы легко сможете распорядиться полторы тысячи, я убежден, большинство белорусов могут, потому что это простая задача, и у вас немного вообще вариантов, как их вложить. и наверняка, кстати, интересно, что наверняка немногие смогли бы распорядиться миллионам. Скорее всего, большинство из нас не смогли бы распорядиться миллионам. Правильно. Нам также открыто поручение наследника к своим, к своим верующим. употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Это повеление, это призыв. Слово употребляйте означает пустить в оборот другое значение или извлекать доход с целью, послушайте внимательно, с целью приумножения имущества господина. Понимаете, друзья, что важно заметить, что целью этого поручения была не личная выгода и не собственное обогащение. То есть господин не сказал вот тебе, чтобы ты хорошо жил. Он не для этого дал эти деньги. Целью этого поручения была не личная выгода и не собственное обогащение, но приумножении имущества господина. Главная цель нужно понять, для чего Бог это дал. В те времена, кстати, интересно, в Римской империи существовали высокие процентные ставки. Это историки подтверждают для вложения денежных средств. Почему это так существовало? Из-за небольшого числа людей, которые владели свободным капиталом. И те, кто вкладывал свои деньги в бизнес, могли быстро увеличить свои доходы, потому что свободных денег было мало и были высокие проценты. Господь ясно указал на временные рамки, друзья, нам, на временные рамки. Это повеление остается актуальным до возвращения, пока я возвращусь. Бог дал повеление своим рабам, церкви, пока он возвратится употреблять в оборот то, что он дал. У верующих есть особые отношения, мы заметили, у верующих есть уникальные дары, то, что Бог дал каждому, и у верующих есть ясное поручение. Друзья, я хотел бы спросить каждого из нас, задать вопрос, друзья, знаете ли вы о своих особых отношениях, осознаете ли вы свои дары и послушны ли вы Божию призванию, верите ли вы и я, верим ли мы этому написанному слову? По-настоящему верите? Один божий служитель прокомментировал это так. Хорошо, если вы твердо уверены, что Иисус жил для вас. Хорошо, если вы верите, что Он умер для вас. Хорошо, если вы верите, что Он воскрес для вас и ходатайствует за вас. Но будьте уверены также и в том, что Он вскоре придет снова. В этой притче нам открыто отношение граждан страны к наследнику. Посмотрите, но граждане ненавидели Его и отправили вслед за Ним посольство, сказав, не хотим, чтобы Он царствовал над нами. Нам нужно понять, друзья, кто эти граждане, которые возненавидели наследного принца. Это относится к отвержению Иисуса иудеями, к израильскому обществу. Это граждане, которые должны были принять Его как царя, но которые ненавидели Его, которые предали Его и которые осудили Его. Избранный иудейский народ в своем большинстве отверг своего Мессию Иисуса Христа. И в наше время большинство евреев противится Царству Иисуса Христа. В наше время среди евреев больше противников, чем сторонников Царства Иисуса Христа. Это время, в которое мы живем. Также в наше время все мировые системы отвергают господство и власть наследника Иисуса Христа. Каждый из нас верующих церкви живет в окружении людей, ненавидящих Иисуса Христа. Хотя, может быть, некоторые открыто об этом и не заявляют. Люди не хотят, знаете, чего? Чтобы Иисус царствовал над ними. Они не хотят этого. Им это не нужно. И нам придется жить в таком окружении, друзья. Это время, в котором мы живем. Мы живем в окружении людей, которые не хотят, чтобы Иисус царствовал. Но истина, друзья, Божьего Слова заключается в том, что вся человеческая ненависть, все негативные отношения людей не может изменить и остановить установление Царства Иисуса Христа. Никто из них ничем не может на это повлиять и не сможет. Как говорят в этом мире, руки коротки. И как бы не бушевало житейское море, как бы ужасным не были стихии этого мира, возвращение Иисуса неизбежно, оно придет. Смотря на происходящие войны вокруг, мы должны ясно осознать, что мирная спокойная жизнь является Божьим даром, а не заслугами политиков и дипломатов. Каждый должен осознать, что мир это Божий дар. И когда Господь забирает мир с земли, никто из людей никогда не договорится. Все политические системы, все дипломатия рухнет, потому что даже с откровением мы читаем, что будет время, когда Бог заберет мир с земли. спокойная мирная жизнь это Божий дар, это не заслуга дипломатов и политиков. Люди не принимают этого, люди не хотят понять этого, но нам как верующим нужно это осознать. И когда Господь это заберет, будет ужасное время. В этой притче, которую мы прочитали, Господь хочет разъяснить каждому из нас события, связанные с установлением Небесного Царства. Народ окружающий нашего Господа Иисуса Христа совершенно не представлял с чем им придется столкнуться при входе в это Царство. Вы понимаете, друзья, Иисус рассказывает притчу людям, которые не ожидают Царства, но реально не представляют, что произойдет при установлении этого Царства. Они этого не понимают и они этого не осознают. Многие люди сегодня совершенно не представляют, с чем им придется встретиться. Люди ожидали величия Израиля при установлении этого Царства, а Господь предупреждает об отчете при входе в это Царство. Будет какой-то отчет, будет суд при входе в это Царство. И когда возвратился, мы читаем из этой притчи, получив Царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Посмотрите, этот момент, когда он возвратится, связан с отчетом. Во-первых, друзья, важно заметить, что Господь призовет всех. Библия, друзья, Божье Слово подтверждает эту истину многократно. Если кто из вас читал Библию, заметили, что Господь постоянно, каждый, Бог призовет всех. Давайте обратимся к 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Посмотрите. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Заметьте, первая часть. Всем. Божий Слово говорит, никто не избежит этого момента, никто не ускользнет от этого отчета. Нет никого из верующих, кто сможет избежать этого события. И это, друзья, очень трепетный момент в жизни каждого, друзья, из тех, кто принадлежит Христу. Это очень трепетный момент, друзья. И по этому поводу апостол Петр настоятельно призывает нас, церковь призывает. 2 Петра 3,14. Заметьте-ка. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчтитесь явиться перед ним нескверненными и непорочными в мире, Петр хочет побудить нас серьезно отнестись к этому моменту. Постарайтесь явиться перед ним нескверненными и непорочными в мире». Во-вторых, друзья, что говорит нам эта притча? Важно заметить, что Господь не противопоставляет степень приобретения и пользы верующих. Бог не просто сравнивает и поставил одного, не противопоставляет доходы одного и второго человека. Вы можете заметить, что степень приобретения отличается. Первый принес прибыль в тысячу процентов. Десять мин с одной мины. Второй примерно приумножил на пятьсот процентов. По этому поводу один служитель сказал так. Даже самый скромный христианин не останется незамеченным у Бога, если будет верно использовать свою мину. Даже самый скромный и самый бедный христианин не останется незамеченным, если будет верно использовать Божьи дары. В-третьих, друзья, важно заметить, что Господь спрашивает о приобретении. О вложении каждого. Господь спросит, как каждый из нас распорядился теми ресурсами, которым Он нам доверил. Господь почему важно об осчете спрашиваю? Господь не спрашивает о том, что мы планировали. Бог не будет спрашивать, что же ты хотел? Какие были у тебя планы? О том, что мы хотели, но Господь обязательно спросит о том, что мы сделали. Мы можем заметить, что верный раб осознавал, что это не его деньги и прямо сказал Господину, смотрите, мина твоя. Верные труженики были скромными и не приписывали себе никаких заслуг. Он сказал, мина твоя принесла. Верный раб не сказал, я принес тебе 10 мин за одну. Знаешь, какой молодец? Он так не говорит, нет, он сказал, твоя мина принесла 10 мин. Верные люди осознают, чьи это ресурсы. В-четвертых, нам нужно заметить, нам открыто увидеть, что и как царь вознаграждает своих. Он говорит так, царь, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Кстати, важно, о чем говорится здесь, какие города. Вознаграждение за верное служение связано со служением в Христовом Царстве. Мы понимаем, что когда Господь установит свое царство, там нужны будут служители. И это вознаграждение связано с тем служением. Это значит, что Бог вознаграждает верного человека еще большим доверием. Верному Бог дает больше доверия. Господь оценит прежде всего верность человека. Там так сказано верен в малом. Ты был верен. Господь оценит его верность. Как проявляется, друзья, зрелость верующего? Это верность в малом. Вот как поценивается зрелость. Мне хотелось бы, друзья, по этому поводу обратить особое внимание на эти слова Иисуса. Неверность, послушайте внимательно, неверность человеком в малом обязательно приведет человека к большому отступлению. Нам нужно заметить, друзья, как отношение к материальным дарам господина показывает либо духовную зрелость, либо духовное отступление. Отношение к материальным дарам показывает либо духовную зрелость, либо духовное отступление. Примером этого является Иуда. Он был вором, он, скажем так, был отступником, и его отношение к материальным вещам привело его к духовному падению и к самоубийству. богатством. Я хочу остановиться, нам нужно заметить, я хочу остановиться и обратить наше внимание, послушайте внимательно еще раз, я глубоко убежден, и на протяжении всей своей жизни постоянно вижу подтверждение Божьей истины, в чем она заключается. Если человек не проявляет верность в материальном служении, он никогда не будет иметь духовной зрелости и духовного богатства. Если человек не проявляет верность в материальном служении, он никогда не будет иметь духовной зрелости и духовного богатства. Люди неверные в деньгах никогда не имеют духовных благословений. И если в этом малом то, что лежит в кошельке, нет верности, не будет зрелости во многом, неверный в малом неверен во многом, совет хотел бы дать друзья, может быть бесплатный. Не нужно искать духовных благословений и зрелости у людей неверных в обращении с деньгами и материальными ценностями. У этих людей вы никогда не найдете духовных благословений. Мне как-то пришлось общаться с группой молодых братьев по поводу материального служения и к моему великому огорчению большинство из них вообще не относилось серьезно к своим пожертвованиям. Друзья, мне тогда пришлось прямо сказать, что большого толку от них в жизни не будет, если их отношение к этому не поменяется. Я вырос, друзья, в семье, где мои родители всегда показывали правильные и должные отношения к материальному служению. Я видел последовательную жизнь своих родителей. Возможно, кто-то из вас вообще это не видел никогда в жизни. Но это один из путей. Бог доверил что-то малое, и в этом малом нужно быть верным. Я хочу, чтобы, друзья, чтобы и наши дети видели такую последовательную жизнь, когда родители верны в малом, даже в материальных вещах, потому что тогда они будут иметь и духовное богатство. В-пятых, друзья, из этой притчи нам открыто, что среди тех, кто называют себя Божьими рабами, есть те, кто не заинтересован в приумножении Божьих даров. Те, кто называют себя Божьими рабами, есть разные такие люди. Мы прочитаем еще раз, друзья. Пришел третий, с 17-го стиха, с 20-го стиха мы прочитаем, и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок, ибо я боялся тебя, потому что человек, ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб, ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, жну, чего не сеял, для чего же ты не отдал серебра моего воборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью». Этот раб, этот человек, который причислял себя к тем служителям, попытался вернуть дар господина в его прежнем состоянии. Спрятав деньги в платок, было нарушением поручения, которое господин дал. Выполнение этого поручения требовалось от этого раба. Это свидетельствует, друзья, о предательстве этого человека. Он был предателем, как и раб, как и Иуда был предателем. Иисус открывает извращенное представление этого человека о своем господине. Посмотрите, друзья, насколько отвратительно этот человек думал о своем господине. И на этом примере нам открыто, что среди людей, причисляющих себя к верующим, рабам Господа, есть люди с извращенным и отвратительным представлением о Господе. Люди плохо думают о Боге. Такие люди есть. По этому поводу важно заметить, что господин в общении с этим человеком не подтверждает достоверность его представлений. Он не говорит, что он говорит правду. Но Господь лишь осуждает этого человека его же собственными словами. Его лукавое представление о Боге послужило к его собственному осуждению. Господь показывает лукавство и отсутствие подлинного страха у этого человека. Если бы этот человек по-настоящему понимал, что хозяин любит получать прибыль без затрат, ему следовало бы догадаться, что хозяин ожидает получить с этой мины прибыль. Истинной, друзья, причиной бездействия и лени лукавого раба было его неверие, друзья, в то, что господин когда-нибудь возвратится. Он не верил по-настоящему, что Господь вернется. И он был совершенно не заинтересован в делах его господина. во-первых, он не верил в возвращение, он не любил господина, и он не был заинтересован в делах, которые господин поручил ему делать. Он пренебрег даже здравым смыслом, когда не сохранил деньги, отдав их в рост миновщику обычному. Под процент хотя бы положил. Ну, хотя бы так. Существуют люди, называющие себя верующими, придумывающие себе благочестивые алиби, оправдывающие их пассивное и безразличное отношение к Божьим повелениям. Согласно этой притче, друзья, обратите на внимание, они не враждуются Христом и не нарушают Его повеление открыто. Они просто прячут свою мину в платок. И нам нужно, друзья, из этой притчи ясно понять, что перед престолом Господа всякая неверность и лукавые отношения будут осуждены. Все эти алиби, выдуманные, лукавые, они приведут человека просто к осуждению. Слова этого человека показывают отсутствие уважения и любви к Господу. Есть люди без любви к Богу. Есть такие люди, которые называют себя верующими, но, по сути, они не любят Бога. И они серьезно не относятся к Божьим повелениям. Друзья, еще одна мысль. Нечистые на руку люди, люди всегда имеют извращенное представление о Боге. Вы заметили, друзья, что люди, которые нечистны в своих материальных вещах, у них извращенное понимание Бога. Но слова этого человека сами привели его к осуждению. Кстати, интересно, что 23 стих, давайте посмотрим, похоже, содержит один из советов. Содержит совет, чтобы мы либо вкладывали, что у нас есть, в труд для Господа, либо передали кому-то другому, кто бы смог бы употребить это. Если у вас нет своих возможностей, дайте тем, кто сможет распорядиться. Подводя итог, друзья, этой притчи, в наше время уже, Господь открывает нам принцип преумножения, принцип потери, неизбежный суд над противниками, друзья. Какие принципы существуют в духовном мире, в котором люди не до конца осознают, не до конца понимают, нам нужно их понять. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда сюда и избейте. Чтобы понять утверждение Господа Иисуса, нам необходимо ответить на вопрос, кто такие имеющие? Кто такие имеющие? И в этой притче к имеющим относятся послушные рабы, служители, которые умеют распоряжаться ресурсами, доверенными Господом. имеющие это те, кто приумножает Божьи дары. Это имеющие. Не имеющие это человек, которого удовлетворяет формальное христианство, который не делает ничего, чтобы прославить Бога. Не имеющие это лукавые и ленивые люди, у которых будет забрано все, дарованное им Богом. Один Божий служитель по этому поводу сказал так. Если мы не употребляем наши возможности для Господа, то они будут у нас отобраны. С другой стороны, друзья, если мы верны в малом, то Бог позаботится, чтобы мы могли послужить Ему еще больше. Он даст больше, если вы научились быть верным в малом. Это божественные принципы, которые также верны сегодня, как будут верны в будущем. Никто не сможет изменить эти принципы. Бог силен придавать тому, кто умножает Божье дело. Бог дает тому, кто приумножает. И Бог забирает у ленивых и пассивных людей. Вхождение в Небесное Царство связано, мы должны понять, с отчетом верующих верующих и судом над неверующими людьми, чего многие, друзья, не понимают и не представляют. Пусть Господь, друзья, поможет нам ясно это понимать и быть верными рабами. Аминь, друзья. Давайте помолимся. Господь наш, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое откровение. Ты хочешь, чтобы мы жили с верными и правильными ожиданиями. Благослови нас, Господь, постараться перед престолом Твоим, когда мы будем входить в Твое Царство, постараться быть верными и чистыми. Помоги нам в нашей жизни правильно, благоразумно употреблять то, что Ты даешь. Приумножить Твое Царство, Господь, быть заинтересованными и активными в том, чтобы принести пользу, чтобы принести пользу для славы имени Твоему, чтобы Царствие Твое расширялось. Помоги нам, Господь, верными и добрыми быть рабами. Сохрани нас, Господь, от всякого лукавых представлений. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова